Ребята, ну я... Продолжай, продолжай, сиди там. Здравствуйте, уважаемые. 2022 год, финал чемпионата России по киберспорту. И с нами сидит уже не щегол, ну как бы щегол, но уже не щегол. Милки Као, который стал чемпионом по StarCraft 2. Чемпионом России. Чемпионом России. Чемпионом России. Милки Као, да, я сейчас вспоминаю, что у него была масса аккаунтов, он флудил в чате, когда ему было 8-7 лет. Как ты вообще попал на Goodgame, если сайт 18+. Кто тебе разрешил заходить сюда? Ну... Как я попал на Goodgame? Не знаю, как это случилось. Закрывается, нормально все. Сейчас хорошо поговорим. В общем, я, наверное, посмотрел YouTube ZergTV. О, это не самое. Так, ну хорошо, да, и чего? Ты же его троллил больше всего. Нет, так я его не троллил. Я просто попал под влияние, как бы. И просто за компанию, как бы, да, мне там, ZergTV, то есть, нехороший человек. Ну ладно, значит, нехороший. Значит, надо его обижать. Ну, такая психология была. Ясно. Так, это, наверное, первый портрет стратега-чемпиона, с которым я сталкиваюсь. Сейчас будем разбираться. Что, как так получилось, что ты выиграл? Сколько ты играешь в StarCraft? Почему ты с StarCraft решил заинтересоваться? Ну, кроме, там, вот этого, вот, зашел, решил потроллить и что, разобраться в игре? А, нет, я просто, как бы, не из-за резерга-тв, я начал StarCraft играть. Ну, как бы, видел, во что папа играет, там, он в Брудвар играл, да. И я такой, вот, прикольно, мариков можно строить. Говорю, строю и солдатиков. Говорю, как плохо, что у нас, что нельзя подключить две мышки, а только одну можно. Класс. Ну, в общем, да, так я узнал, что есть StarCraft, потом вышел второй StarCraft, там была подписка, я не смог играть по подписке, я боялся попросить у родителей денег, поэтому я играл с ботами в пиратку, проходил кампанию, прошел кампанию, через пару лет купил, Heart of the Swarm вышел, и я купил, ну, там уже не по подписке, можно попросить тысячу рублей у родителей, и все, ты будешь в StarCraft, как бы, играть. В общем, начал играть в StarCraft. В каком году это было? В 2014, будет быть, в 2013-2014. Начал играть, в общем, играл-играл, уходил, возвращался в КС, в Доту играл еще, ну, и в StarCraft тоже играл. В общем, играл, потом решил, что вот, StarCraft все-таки, да, надо в StarCraft играть. У меня тут, у меня истрим, я там истримил, о, я тут, я тут личность, я тут, я тут реализуюсь, вот так вот, буду, буду хорошим игроком. Да и в StarCraft, наверное, ну, в StarCraft тогда такая, это была, как это называется, ну, вот это вот, репутация, хорошая репутация, что дотеры, типа, вот они одноклеточные, а StarCraft там надо 200 лимита контролировать. Ну, я думаю, я что, я буду в StarCraft играть, конечно, АКС там, это вообще, стрелял какая-то. Откуда у тебя было столько времени, чтобы играть в разноплановые игры? Ты плохо учился в школе? Не, я нормально учился, ну, до 9 класса. Хорошо, там, домашние задания делал. Сейчас ты в каком классе? В втором курсе. Кого учишься? Бизнес-аналитика. А, у нас, кстати, нет бизнес-аналитика, я могу тебе на ревью бизнес-план показать? Ты модели хорошо уже строишь? Ничего я не строю, я хочу в StarCraft играть. Что там, эти какие-то, какие-то бизнес-модели, какая-то херня гуманитарная вообще. Я хочу, а математику учить, это, короче, это надо, это надо в StarCraft не играть, и, короче, я, и у меня получается такое, такой настрой, что я не вылетаю из университета. На грани, короче, ты идёшь. Да. А как школу закончил ты? Имеется в виду, не как тебе удалось закончить школу. Так как я поступил-то вообще? Как? По целевому направлению. То есть, я не смогу к тебе пойти на работу, я должен пойти и буду в налоговую работать. Чё, нормально там, соцпакет, офис, офис на неглинной. Короче, я буду большим офисным червём. Ребят, не переживайте, я не позволю ему потануть в этом интервью, всё будет хорошо. Останусь. В смысле? А, ты в этом смысле? Да, буду как большой дядя с зарплатой 60 тысяч в месяц. В Москве? В Москве, с родителями жить буду. Ну, слушай, ты сейчас получил 1200, наверное, за первое место? Ну, да, что-то 250 рублей. Ну, а и что ты будешь делать с этими копейками? А, ну, у нас квартиры нету в Москве, короче. Это не та сумма. И не та сумма, но копейка, то есть, там, копейка, рубль бережёт, там, вот это. А, ну, у меня мама поинвестировала, короче, и она как раз-таки минус 120... Доллар? Минус на 250 ушла, короче, как компенсация. Я первый раз вижу чемпиона-стратега с таким подходом. Ладно, хорошо, но ты же не балбес. Как тебе удаётся внутри игры понимать, что происходит и принимать правильные решения? Молодость, молодость позволяет быстро обрабатывать информацию, нажимать на клавиши, а остеохондроз мешает этому тоже. Короче, у меня противовес сейчас. Я должен выходить на улицу, чтобы совсем не закостенеть. Это кто сказал? Это я уже... Я не знаю, кто мне это сказал, но, наверное, это уже моя мысль, если я уже забыл, кто мне это сказал, значит... Так оно работает, да. Значит, это я сам додумался. В общем, нет, я сейчас реально... То есть, у меня даже режим, я, то есть, не в 4 утра, я уже неделю подряд ложусь в 12-11, то есть, если я в 11 не лёг, то всё очень плохо. Я, то есть, уже нормальный человек, то есть, я не какой-то там... Ну, какой-то вообще отброс. Я теперь порядочный человек, я соблюдаю режим, я кушаю три раза в день, хожу в туалет, занимаюсь спортом. Ну, да чё, чё, нельзя такого говорить? Можно, можно, говори, что хочешь, ты чемпион, тебе можно. Ну вот, вот, хорошо себя чувствую физически, и я прям поверил в себя, что я могу ещё в StarCraft играть. Ну, когда двигаешься реально, то есть, физически себя лучше чувствуешь, получается больше энергии, ведь время это иллюзия, правильно? Да, конечно. Если мало энергии, то, как бы, время ничего не стоит. И поэтому, наверное, когда ты встаёшь утром, ты, как бы, бодрствуешь столько же по времени, но успеваешь, тебе кажется, что день длится дольше, а это значит, что у тебя больше энергии. Всё, ведь на энергии у нас ЕМЦ квадрат, вот это. Хорошо, ты не думал с... А ты же стримил, наверное, да? Да, стримил, ну, потом я решил, что если я стримлю, то у меня компьютер лагает. А как ты это пришёл к этому выводу? Как ты это решил? Короче, Ctrl-Alt-F жмёшь, и у тебя в левом верхнем углу FPS появляются. Просто с таким... Ты мог бы эпатировать товарища, чем, кажется, ты и занимался. Сначала в чате, а потом на стримах. Чего? Эпатировал. Это что значит? Провоцировал на эмоции. Удивлял. А, ну, я уже завязал с этим. Да? А чё? Я не оскорбляю никого, я веду себя... Я говорю, я порядочный человек стал. Я ложусь в 11 часов вечера. То есть мне уже как бы унизительно кого-то оскорблять. То есть у меня появилась самооценка, самоуважение, поверил в Иисуса Христа, и вот это всё хорошее. Да? Да. С чего это ты поверил в Иисуса Христа? Когда хочешь поверить, то можешь поверить. Всё зависит от твоего желания. А зачем тебе это? Ну, страшно же умирать, и когда ничего там... Короче, а когда... Тебе не страшно спать ложиться? Нет. А будет то же самое? Мне кажется... С чего мне будет страшно ложиться спать? Я говорю, я порядочный человек, не торгую наркотиками, не убиваю никого. Я чувствую, что за мной стоит правда. И когда я засыпаю, я чувствую умиление к этому миру, и только радуюсь, что я родился на свет. И то, что я живу этот день, и то, что завтра меня ждёт ещё один день. Потому что сама жизнь — это уже чудо. Правда. Правда. Очень мудрые слова. Хорошо. Что по финалу коротко расскажешь, там, как игры шли? Ну, я там посматривал немножко их, но коротенечко бы рассказать. Не обязательно о всех, может, о какой-то, который тебе больше всего понравился. Может, даже не о StarCraft рассказать. Ну, первую игру я проиграл. Я помню, да. Отличный аналитик. Отлично проиграл её. Что-то я думал, он что-то хитрое будет готовить, а он просто стандарт сыграл. Я такой, я даже офигел. Думал, сейчас что-то будет хитрое, а там стандарт. Я поэтому даже его застеснялся чуть-чуть, что-то перенервничал, а потом понял, что он стандарт собирается играть. И как сыграл тоже стандарт, свой стандарт вообще. И всё там, мины прилетели, Рэйвен туретки кинул, марики прибежали, стимпак вкололи, мины закопались, мародёры вперёд на мародёров. Колоссы, ой, мародёры вперёд на колоссов, колоссы по мародёрам стреляют, мины на зилатов стреляют. И террин в плюс разменивается, прилетает 3-4 медивак, тоже разменивается. Потом 5-6 медивак прилетает, тоже разменивается. Потом госты приходят, тоже размениваются. Потом 4-я база занимается, апгрейды строятся. Короче, террин выигрывает вообще в колледж. Как тебе удаётся в игре так хорошо и быстро соображать? Я порядочный человек. За мной и бок. Я ещё и за терринов играю. Да? Ну да, террин — это же самая сложная раса. Зависит от подготовки, позиционки, все юниты ранжовые. А вот и зергов, чё, у них крип, линго бэйны, то есть бэйны вообще, поллимита юнит стоит. Но дорогой, самый дорогой юнит в игре, окажется, нет? Самый дорогой, но когда… Вот в чём прикол? У зергов 100 дронов. Кто строит 100 дронов? Любой себя уважающий зерг сейчас в современном Старкрафте просто всю карту занимает, крипом, всё законтроливает. А линго бэйны самый мобильный лимит в игре, то есть контроль карты полный, бэйны самый дорогой юнит, он, получается, ещё самый сильный лимит строит, да? Или самый дорогой. А кликает, короче, разменивается, 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 у неё же денег больше, у него контроль карты, короче, тераны на некоторых картах, ну, то есть на четырёх картах из трёх могут выиграть, а на остальных не могут. Вот так. А у тебя сейчас какой рейтинг и какое место ты занимаешь сейчас в европейском рейтинге? Ну, сейчас в Старкрафт, что-то там на ладере меньше людей стало в честь протасов, из-за протасов, что люди перестали в Старкрафт играть, поэтому сейчас у меня 6200 МР, и это где-то топ-30 ГМЛ, но, ну, да, нормально. Ну, вообще, это ничего не значит, но, как бы, ну, топ-30, топ-30, ладно же. Главное же, как ты на турнирах выступаешь, какие вообще у тебя стратегии, ой, врач. Расскажи про дримхак, про дримхак расскажи, пока не совсем устал. Сложно было вчера играть? Да, с компьютерного клуба, но я как зверь развёл Макс Пакса жёстко. 2-0, изи, да? Ну, да, не особо сложно было. Давай попробуем, попробуем спланировать твоё ближайшее будущее, вот что ты будешь делать и в Старкрафте, и в профессии, и в жизни. Да. Я понимаю, что я звучу как старпёр, но мне просто любопытно, насколько там у тебя работает. Чё у меня работает там? Что там? Ну, чё там? Ну, что там у меня работает? Ну, и ты, если б не работал, ты б не побеждал, как бы, всё равно конкуренция в Старике, говори. Работает инстинкт самосохранения. Побуждает меня строить мариков, сплитить их. Чё? Потому что если не сплитить их и не строить, то проиграешь. Ну, что ещё? Какой вопрос был? Ну, учёба. Давай про учёбу чуть-чуть и про будущее. Я помню, ты немножко затронул эту часть и планы свои, наши десятка в Москве. Ну, говорю, планы самые обычные, как у любого порядочного человека. Во-первых, надо Библию прочитать. Вот. Прочитать Библию, заняться собой, уйти, может, в монастырь. И когда ты планируешь что-то сделать? Ну, когда отчислят. Ну, всё к этому идёт, да? Динамика положительная. Да, с каждым годом, если честно... С каждым годом второй год идёт, честно, на всякий случай. Ну, да. С каждым годом всё тяжелее. Нет, курс дебильный у нас, второй курс дебильный у нас. Вот первый был кайфовый вообще. А хотя, на самом деле, как меня отчислят? У нас дистант, у нас дистант. Я вчера писал контрольную... Do you? Написал в отеле. Вот у меня в одной вкладке вот это вот вопросы, в другой я гуглю, и вот так вот. Чик-чик-чик-чик. И, короче, контрольную, не знаю. Короче, написал, наверное? Ну, есть вероятность, что написал. Да, в общем, жёстко я учусь. Ну, такой просто предмет, что там решать ничего нет. Предмет ИТ-инфраструктура называется. У нас на лабах, мы знаете, приходим, садимся туда. Там вордовский документ, где пишут инструкции. Короче, информатика девятый класс какой-то. Установите Ubuntu на VirtualBox. А, максимальная оценка 8 из 10. То есть, короче, из-за дистанта в университете... Блин, нет, надо вырезать то, что... Вырежем. Вырезать то, что я списывал контрольную, это вообще палево, почти жёстко. Думаешь? Я думаю. Хотя я не сказал, в каком... Хотя нет. Всё, нет. Представься, пожалуйста. Короче, надо это... Я серьёзно, это надо вырезать. Всем пофиг. Да? Да. Не парься. Тебя только могут свои же сдать. Но у тебя же отличное отношение со своими одногруппниками, учитывая социальные навыки. Мне кажется. А, учитывая социальные навыки, да, у меня целых один друг в группе. За кого играет? Он. За осетинов. Он осетин. Хорошо. Это самое продолжительное интервью, но я реально пытаюсь понять и разобраться. Какие ещё вопросы помогут нам, помогут нам в этом интервью? У нас есть профессиональные интервьюеры, между прочим. Я вижу по глазам, что застыло, застыл какой-то вопрос на лице. Я вчера говорил с Зератулом, но я допустил с картиной. Весь учебный спорт делали Старкрафтера. Медвестник Старкрафтер. Зератул, я не знаю, старейший клав. Между прочим, 20 лет его клава себе Старкрафтер. Старкрафтер. Организация производства в условиях ограничения ресурсов и прочая занудная штука. И вот сидит человек, у которого, судя по кубку за спиной, есть и опыт, и задатки, и большой план. Так что ж ты молчишь? Расскажи нам. Расскажи нам правду. Ну, очевидно, что у тебя есть внешняя часть и внутренняя. Внутри ты посложнее. Ну да, все люди внутри посложнее. Так, ну что, что, какой вопрос? Что ты будешь строить? Кого я буду строить? Детей буду делать, много детей. А это ты, когда с дистанта перейдешь на уфлайн, расскажешь о накузниках. А? Ты будешь строить глобально. А? Да, задача. Ох. Может, ты об этом не знаешь, но у тебя действительно есть... Я не знаю вообще. У тебя есть навыки для того, чтобы чего-то, чего-то большего, чем в МКЦ сидеть и добиваться. Ой, я придумал. Я сделаю второй гудгейм и уничтожу просто эту площадку. Сотру с лица земли. И буду теперь... И теперь... У меня на площадке будет стримить Сергей Поми Родионов. Все. Это амбициозная задача, на самом деле. Нет? Что может быть глобальнее, просто масштабнее, чем комментарии Поми? Я вчера смотрел, кстати, вот реально, как Поми комментит, это вообще искусство, мне кажется. Я вчера смотрел, как он комментит игру с Макс Паксом, но я не мог себе... Это, конечно, некрасиво может быть, но я не мог себе отказать в удовольствии просто посмотреть, как Поми комментировал мою игру. Он хорошо комментировал, хорошо. В своей неповторимой манере, которую может повторить, может быть, пара людей на планете. Ну, примерно, приблизительно. То есть есть один такой человек у нас в Конфе. Фоллинджер, он хорошо Поми пародирует. За процессов играет? За Зергов. За Зергов. Вова Зальнов. Вова В. Зальнов З. А кто? Актуалочка, да? Да. У него шесть аккаунтов на ГГ, его банили. Ничего не боишься? Что, маскируешься? Я уже с Гудгеймом порвал, мне нечего бояться. У меня был аккаунт, у меня там премиум могли покупать, но мне его забанили. Почему? За то, что с моего айпи шел какой-то спам. Какой-то спам. Ты не знаешь, да? Кто это был, кто это сделал. Именно спам, это имеется в виду рекламу. Стойте, вы хотите сказать, меня забанили за то, что я себя некрасиво вел. Может такого быть? А на хрена тогда людей банили? Нет, стойте. Я же какие-то правила, может, нарушил. Не может быть. Нет, если бы я нарушил какие-то правила, там бы было. За нарушение таких-то правил. А там просто финяка. Не будем о грустном. Мы всегда готовы тебя принять обратно на ГГ и разбанить, сколько аккаунтов скажешь, сколько тебе нужно аккаунтов, сколько и разбаним. Но самое главное, что хочется сказать. Ты молодец. Ты молодец. Только пока непонятно, что происходит. Молодец. Но самое главное, чтобы ты разобрался. Хотелось бы поздравить тебя с победой. Похвастайся нам кубком своим напоследок. Ну вот он. Ну вот он, да. Из металла. Из металлический кубок. Вот тут наша родина. Изображена фиолетовой. Ну и как форум тебе фиолетовый смотри. О, кстати. Ну да. Совпадение? Ну, наверное, совпадение. Чемпион России по компьютерному спорту Велгород 22, StarCraft 2. Да. Скажи что-нибудь напоследок. Людям, которые тебя смотрят, слушают. Честно только все. Скажи. Как есть. Спасибо, мама. Спасибо, папа. Спасибо, брат. Все. Спасибо за интервью.